Всем привет! Впереди нас всех ждут праздники, и в качестве увеселительных средств многие будут использовать алкоголь, побочным эффектом от употребления которого, помимо опьянения, будет являться перегар. И в этом выпуске расскажу об эффективном способе, чтобы убрать перегар. Этот способ реально работает и испытан на себе. Итак, погнали! Перегар – это неприятно пахнущие продукты распада алкоголя, которые появляются где-то через часик после первой рюмки, когда наша печень начинает перерабатывать спирт в уксусную кислоту. Запомните, перегар идет не из желудка и не изо рта, а идет из легких и через кожу. Ведь уксусная кислота выводится через них, ну и еще через мочу. Так что запах перегара будет держаться до тех пор, пока из организма не выведутся все токсичные остатки распада этанола. А это приблизительно где-то занимает от 3 до 24 часов. Поэтому быстро убрать перегар нельзя, но вот заглушить на короткое время на минут 30-40 вполне возможно, чтобы не спалиться. Скажу сразу, что убрать перегар получится, если соблюдать комплекс мер, иначе не сработает. Итак, по порядку. После того, как закончили выпивать спиртное, перед сном обязательно выпейте активированного угля. Из расчета 1 таблетка на 10 кг веса. Если ночью просыпаетесь, то пейте много воды, выпивайте через силу, стакана 2-3. Это поможет вывести токсины быстрее из организма. С утра прямо с постели выпивайте как можно больше жидкости. Пейте воду или минералку, или кефир с минералкой. Можно, к примеру, добавить немного соли по вкусу. Или пейте несладкие соки, или морс. Или огуречные, помидорные, капустные рассолы. А вот сладкую газировку и соки не пейте, чтобы не перегружать поджелудочную железу. Затем позавтракайте через силу. Либо куриным бульоном, либо борщом, либо яичницей с беконом, или с салом, или с грудинкой. А вот кофе стоит выпить, если нет проблем с сердцем. Если есть, то немного сладкого чая. После завтрака обязательно сходите по-большому. Надо как можно больше токсинов вывести из организма. Затем водные процедуры. Примите душ. Смойте с себя весь запах токсичного пота. Ведь, как вам уже известно, уксусная кислота выводится и через кожу. Душ принимайте еле теплым. Не делайте воду горячей. Не нагружайте сердце. Сердцу и так тяжко после вчерашнего. После душа тщательно почистите ротовую полость. Язык, зубы, щеки и небо. После душа оденьте чистую одежду и белье. Вчерашнюю одежду не одевайте. Она пропитана вашим пьяным потом и будет издавать также неприятный запах. Затем примите витаминки типа ревит в драже парочку штук. Это поможет восстановить витаминный баланс. А если вас ожидает важная встреча или предстоит садиться за руль. И нет другого способа добраться до места назначения. И ехать за рулем недолго. То рекомендую выпить 2-3 столовые ложки нерафинированного масла. Предварительно погоняв масло во рту. Зажевать это дело потом можно фруктовой жвачкой. Но ни в коем случае не мятной. Мятная только усилит запах перегара. Кстати, учтите, что после масла вас вскоре будет ждать встреча с белым другом. И главное, друзья, не курите. Не усугубляйте положение отравленного организма. Такой комплекс мер меня выручал после остановки сотрудникам ГИБДД. И после продувки аппарат выдал 0 промилле. Так что думайте сами. Ну, конечно, лучше не бухать и не садиться потом за руль. А вот жевать огурцы, лаврушку, петрушку, гвоздику и так далее не советую. Эти запахи неестественны для человека. И гаишники о них знают. И вызовут у них лишь подозрения. Друзья, а как вы боретесь с запахом перегара? Поделитесь в комментариях. А у меня на этом все. Всем удачи, надежной печени и трезвого ума в любом состоянии. С Новым годом, друзья. До новых встреч.